Сегодня, в середине октября, произошла велопоездка по городу Волхов или велопробег с главой Волховского района. В этой поездке мы посмотрели на состояние тротуаров и возможность составить веломаршрут, так как велосипед достаточно многими людьми в Волхове используется именно как транспорт. Например, приехать на этот мост, кто-то едет на дачу, кто-то на работу, как я. Магазин, в гости. В общем, сценариев поездок по Волхову много. Мы проехали с определенным маршрутом, сейчас я его покажу, и задавали достаточно много вопросов, какие-то моменты решали прямо на ходу. В конце видео я оставлю адрес электронной почты, на которой можно оставить свои предложения, так как данная концепция будет реализована в следующем году. Поэтому времени еще достаточно, чтобы подумать и написать свои, как сказал глава, реалистичные пожелания. На то, какой мы хотим видеть велоинфраструктуру в нашем городе. Ладно, а сейчас непосредственно видео, как мы проехались по городу Волхов. Сегодня в Волхове наметилось некое мероприятие, проезд на велосипедах по Волхову. Посмотрим, что из этого вы видите. Посмотрим, у кого что не нравится. Фотографируем. Так, уже к вокзалу приближаемся. Препятствия пришлось преодолеть порядок сантиметров двадцать. Явно в этом месте нужно делать занижение, если будем делать хорошую революционную инфраструктуру. Так, теперь по профсоюзов едем в обратную сторону. Ни по Дежинскому, ни по Кумуноров пока что не поехали. Смотрим, какие планы. Прямо сейчас выехали на участок одной из велодорожек в нашем городе. Ну и, как видно, по ней любят гулять мама с колясками, потому что по асфальту с коляской гулять намного лучше, чем по площадке. Ладно, но это будет достаточно широка, что и баба, и у нас сегодня не рассылка. А приятного. Ну и, молодец, куда-то отличиться, конечно, что это не дает. Ну вот обозначение его можно сделать, потому что ты едешь сейчас. Ну мы вот сейчас вот проехали, вот по тем, да, вот даже вот там уже по той стороне, когда ехали к вокзалу, там есть место, где вот эту дорожку расширить. А с другой стороны, вот когда вот сейчас вот приезжали, да, вот мне говоришь, что надо деревья передать тогда. Дело-то не только в ширине, а то, что конфликт с пешеходами, с колясками на роликах по асфальту больше предпочитают, чем по площадке. Даже если будет просто нарисован знак, на примере других городов, я езжу много где, часто с колясками дети, ну, мамы ходят именно по асфальту, чем по площадке. А... Чтоб уже четко, понятно было, чтоб так легко не зайти. Уже не гортиком, может быть? Да, да, гортиком. Думаю, можно вообще стоять какие-то там через некоторое время, через некоторое постоянное какие-то... А сейчас есть какие-то, оранжевые там есть? Вот велопереезды, еще очень тоже важно, чтобы с автомобилем не конфликтовать, чтобы на каждом пешеходном переходе не спешиваться. Существует велопереезд, вот было бы удобно. А велопереезды, они как туда означают? А, ну, цветом отделяется, и также маркировка, что велосипед нарисован. Потому что, ну, правда, если ехать, я на работу каждый день езжу, и на каждом пешеходном переходе спешиваться неудобно. Ну, я, конечно, езжу там, по Дежинскому и дальше по Новолазовскому шоссе. Теперь мы едем до Державина. В общем, держим путь по центральной части города. Вот это грубовик! Не, ну, вот, давайте тогда здесь вычесть, и вон уже видно, как у вас не надо. Вот это вот тоже, вот, у сторони, кутичать надо. Тихо вниз. Тихо вниз. Тихо вниз. Тихо вниз. Тихо вниз. Такие лежу, альки. Я, например, не очень верю, потому что там внизу действительно можно сделать там какую-то небольшую сцену для ежедневных там. Это вы слева смотрите, а я говорю, справа, да. Там как раз там уже дорога есть, и она как раз замкнута это будет. Так давайте тогда адресовывать до конца вот этот концерт, когда договоримся, я тогда приглашу ребят снова сюда, которые там... Тогда аппендицин нету. Нет, почему? Вот вы съезжаете, от дороги пошли, единственное, что нужно решить, что-то с автро-транспортом, чтобы они туда на машинах как-то не ездили, на берег, и меньше будет там грязь. Нет, куда-то для чего заезжать? А там красиво, представляете, вы едете вдоль речки, если это еще подсветит, то уже обалдеть. И мост видно, и все. Для меня вот это место. Да, но если вы не взяли, то нужно вот здесь продумать, как люди добирались. А вот здесь у нас запомнил не передвигается, да? Нет. А вот если мы в рамках гарантийного ремонта, да, добьемся все равно... Кстати, уже подрядчики предупредили, что мы уже зашли, приставы. Эту дорогу чуть-чуть вот сюда сместим, хотя бы на метр. По нашей дороге дорогу расширить. А пространство дороги сюда, влево убрать. На самом деле я придумал, что вы меня убьете, и надо туннелю там. Отличный вариант. Хороший вариант. Красава, да? Помните, вы говорили про реалистичность, да? Я ж сына скажу. Помните, остановились. Вот и памятник о Горхе, все с видом на ГЭС. Возможно, велодорожка здесь пойдет. Так, в данный момент наш маршрут пролегает... по Волковскому проспекту. Сейчас едем вдоль стадиона. Какими друзьями всё снижаем и внушаем на ГЭС. И, наконец, в конце концов выстрел. И, наверное, это не могу. Чтобы расстроиться на ГЭС. И это последнее дело, всё снижаем и снижаем. И, наверное, вновь ликад. Волковскому проспекту приятно. прокатиться по самому стадиону. Есть кафе. Будет кафе? Да, уже сдали в аренду. Вопрос, как проехать теперь? Давайте мы маршрут закончим возле администрации. Нету доната. Проводим. Проводим, Алексей Викторович. Да, поедем по Молодежной и на Кировске. Вот на Кировском, вот сейчас Владимир Шпагаик не обсуждали, мы можем там часть проезжей части видеть. Да, да, да. Там очень широкая. Вопрос там в разметке дальнейшей. Как-то вот все равно отгораживать придется. Может быть действительно вот эта вот резиновая штука, которая... как снег потом чистит. Даже в Питере не паркли. А между парковок еще важно буферную зону оставить, чтобы когда автомобиль открывает дверь, то велосипедист не ехал. Ну, безопасно ему было. Ну, обычно оставляют так вот, шириной там сантиметров 40-60. Потому что... Это если у нас хватит... Это где парковки. А, где парковки? Где карманы, да, чтобы там буферная зона была. Потому что просто вдоль там не оставишься. Хорошо. Продолжаем движение уже по Молодежной улице. Сейчас поедем на Кировский и там до администрации. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.